Эта лента, она реально связывает поколение победителей, на самом деле. Начиная от Екатерины II, как она появилась, заканчивая днём и сегодняшним. Она связывает тех людей, кто сражается за свою родину. На самом деле так она и есть. И вот кто-то желает разорвать эту связь, отобрать не только победу в Великой Отечественной войне, но сделать попытку, чтобы мы забыли историю наших побед. Мы наследники побед всех, которые вели наши предки, защищая рубежи нашей Родины. Это тоже факт. И вот все эти победы, они сплетены вот этой лентой. А у кого-то есть искреннее желание разорвать эту связь, посылая на мусорку истории, скажем так, символы победы, либо символы Великой Отечественной войны. Приднестровье — это, наверное, единственная территория на постсоветском пространстве, где мы говорим честно и открыто о исторических событиях, которые произошли на нашей земле. Честно и открыто. У нас работают все телевизионные каналы на сегодняшний день — российские, украинские и так далее. Мы говорим о хвосте. Мы говорим о уничтожении людей по классовому принципу, по национальному принципу в те или иные исторические периоды. И мы говорим о тех репрессиях, которые коснулись и нас, к сожалению. Это 37-38 год. Это тоже правда. Но надо это видеть на самом деле и любить ближнего своего. Вот здесь сформировать понимание мира и желание сделать лучшей жизнь близких людей. И тогда, наверное, будет мир вокруг нас. Если будет агрессия исходить от нас, будет кругом агрессия и война. За 30 лет более чем своего существования на правом берегу Молдови сформирована идентичность нового румынского народа. Это факт. Это не проблем. Это просто факт. Это правда. А у нас сформирована идентичность Приднестровского многонационального народа с уважением языков, культуру, традиций и так далее. 72 национальности. Русские жалеют украинцев, украинцы жалеют русские. У нас здесь, в Приднестровье, почему? Да потому что никто никому не наступает на язык. У нас в официальной языке три школы, какие хочешь. Надо еще откроем о необходимости. Это есть и суть и правды.